Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Багдаде все спокойно. Так можно было бы охарактеризовать эту рабочую неделю, если бы накануне в городе не отменили занятия в школах. Неизвестные сообщали о минировании. А еще в регионе ждут новый штамм ковида – омикрон. У соседей в Горном Алтае зараженные уже есть. А в столице России число вызовов врачей в последнее время выросло в пять раз. Наши тоже готовятся. Из неофициальных источников нам сообщили, что, возможно, на очередном заседании Оперштаба рассмотрят вопрос о закрытии плановой помощи. Валентина Аскерова с подробностями. Омикрон – новый штамм коронавируса, захвативший планету. Протекает он менее болезненно, чем предыдущий «Дельта». Но все равно приятного мало. Повреждения верхних дыхательных путей, острые головные боли, температура, насморк обеспечены. Пневмонию, потерю, вкус и обоняние при омикроне диагностируют в меньшей степени. На днях в социальных сетях появились слухи о том, что омикрон проник на территорию Алтайского края. Но информация не подтвердилась. Краевой Минздрав ее опроверг. Несмотря на то, что симптомы омикрона менее опасны, нежели «Дельта», скорость распространения по миру вируса стремительная. Один заболевший заражает 100 человек. Ученые уже сравнили скорость распространения омикрона с лесными пожарами. Одного штамма захлебывает сейчас Америка. Его ежедневно регистрируют и в Центральной России. В Москве в связи с визитом заморского гостя подумывают о новом локдауне. В Москве к коронавирусу настолько привыкли, что новую волну заразного штамма особенно не выделяют. Большинство компаний уже научились работать на удаленке. И если обычно в компаниях, например, в моей гибридный график, и раз в неделю я могу приехать в офис, то сейчас этой возможности снова не будет с понедельника. И мне придется работать из дома. По прогнозам экспертов, приход вируса в Алтайский край не за горами. На регион он брушится со дня на день. Вот только система тестирования в регионе пока не развита. Тестирование на омикрон в Алтайском крае не проводят. У пациента забирают биоматериалы и отправляют на исследование в Иркутск. На сегодняшний день омикрон фиксируют и в Сибири. Красноярский, Иркутский, Томский добрался он и до Республики Алтай. Это событие напугало далеко не всех жителей Барнаула. Я думаю, что вряд ли повторится эпидемия, которая была вот прямо в самом начале. И такой прямо эпопеи уже не будет, что была в самом начале, и все будет нормально. Поимше, поимше. Я уже ревакцинировалась. Моя вакцина была. Спутник вы две-два раза ставили, и сейчас спутник лает. Я сильно не боюсь, но маску все равно. Защитили себя? Ну, постаралась, а как? Бог даст, не знаю. И правильно делают, заявляют алтайские инфекционисты. Прививка – это по-прежнему главная защита. Она, конечно, не защитит, но поможет легче пережить коронавирус, в частности, омикрон. Да, есть данные о том, что процент тяжелых форм течения болезни при омикрон меньше, летальность ниже. Но здесь, я думаю, уместно перейти к категории абсолютных цифр. Если количество заболевших будет в разы больше, в три, в четыре, в пять раз больше, то нагрузка на госпитальную базу, на реанимационные койки не уменьшится, потому что пропорционально увеличится и количество тяжелых больных. Инфекционисты советуют также, помимо вакцинации, временно разорвать и социальные связи. Разрываем дистанцию и носим маску. Одно мероприятие от другого – прививка. И вот эти неспецифические противопедемические мероприятия отрывать нельзя. Я думаю, есть смысл нам набраться терпением и отложить свои планы на месяц-полтора-два каких-то необязательных дел, которые потребуют большего общения с коллегами, друзьями, пребывания в коллективе. В Минздраве края в случае вспышки омикрона готовы дополнительно развернуть в госпиталях 700 детских коек. На сегодняшний день, исходя из возможностей реанимационных служб, мы не планируем закрывать чистое отделение в 5-й городской больнице. Опять, в зависимости от сценарного плана, если будет развиваться по негативному сценарию, то в определенный период времени мы примем решение при остановке плановой медицинской помощи, для того, чтобы нам привлечь этот медицинский персонал для оказания той необходимой помощи, как в стационарах ковидных госпиталей. Министр здравоохранения также рассказал, что с приходом в край омикрон нагрузка на первичное медицинское звено вырастет в разы. Сейчас усиливают работу колл-центров в поликлиниках края, увеличивают количество бригад скорой и неотложной помощи, а также наращивают объем ПЦР-исследований. Возможно, все это потребуется в самое ближайшее время, ведь омикрон уже в 250 километрах от Барнаула. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин, Александр Антропов. День с толком. Министр здравоохранения региона еще в начале недели говорил о существовании мобилизационного плана. Очередная волна пандемии, по словам специалистов, будет взрывной, так что без плана никуда. Так каким образом будут организовывать работу, прокомментировал сам министр. Мы разработали так называемый мобилизационный план системы здравоохранения, который касается всех медицинских организаций, и определенные сценарии, которые мы должны будем привлекать дополнительные силы как внутри отрасли, так и привлекать извне, для того, чтобы усиливать работу в целом всей системы здравоохранения. В первую очередь, наверное, акцент первостепенный. Для того, чтобы у нас минимальное было количество заболевших среди медицинского персонала, мы еще раз ревизовали по фамильной списке всех медицинских работников, которые работают, которые переболели или вакцинированы, и у которых срок ревакцинации подошел 6 месяцев. И рекомендовали руководителям медицинских организаций повторно вакцинировать медицинских работников, для того, чтобы обеспечивать бесперебойность оказания медицинской помощи. Отдельное направление – это, конечно же, работа неотложной помощи. Для того, чтобы у нас не обвалилась работа скорой медицинской помощи, усиление и увеличение продолжительности работы неотложной помощи – это крайне важное направление. Сегодня у нас более 250 бригад работают и мы уже сегодня можем увеличить до 300 бригад. Я надеюсь, мы в начале следующей недели выдадим дополнительное количество машин неотложной помощи. Это у нас 46 машин. Это еще раз дополнительные наши возможности, которые будут направлены в поликлиники региона. Здесь мы также будем привлекать как медицинский персонал самих поликлиник, фельдшеров, тех студентов, которые имеют уже сертификаты и прошли обучение в медицинских колледжах, поступив в медицинский вуз в виде фельдшеров на неотложную помощь. Также ряд персонала из поликлиник, из других кабинетов, направлений также будем направлять для оказания помощи на дому. Параллельно с этим это выдача лекарственных препаратов, это забор москов на ПЦР-диагностику или же экспресс-методом. Что касается лекарственных препаратов, то в конце прошлого года мы создали определенный запас лекарственных препаратов, как раз таки для выдачи в амбулаторном сегменте. Это на сегодня мы порядка 98 тысяч человек можем обеспечить лекарственными препаратами, наборами в зависимости от схемы лечения, которую определит медицинский работник. Отдельная тематика это стационарная помощь, это в пиковые значения мы разворачивали порядка 6 тысяч коек. Отдельно мы, скажем так, направление взяли в проработку, это оказание помощи детям. Здесь порядка 700 коек мы готовы развернуть дополнительно к тем 6 тысячам, которые мы разворачивали в наших больницах в регионе, не только в городе Барнауле. А это предложение обсуждали годами и ускорила процесс трагедия. После изнасилования и убийства девочки в Костроме, Госдума за две недели приняла закон о пожизненном наказании для педофилов. И теперь в большинстве случаев подобные судебные процессы для обвиняемого будут заканчиваться именно таким вердиктом. Актуально ли это для Алтайского края? Можно ли заподозрить в знакомом признаки нездорового сексуального влечения? И можно ли это вылечить? Анастасия Дороган разбиралась в проблеме. После Костромской трагедии, когда мужчины посреди дня выкрали на улице девочку, Госдума за две недели прописала для педофилов пожизненное заключение. При повторном совершении, при первом, но в отношении нескольких детей, а еще если оно идет вместе с другим тяжким, например, убийством. Андрей Мамаев один из тех, кто днями и ночами ищет пропавших детей. На Алтае последний громкий случай, связанный с потенциальным насилием, произошел прошлым летом под Бийском. Мужчина планировал держать соседскую девочку в подвале три года, но испугавшись шумихи, отпустил через два дня. В тот раз обошлось. По информации из неофициальных источников, чаще всего подобные преступления происходят не в крупных городах и не в городах-миллионниках, потому что там больше камер видеонаблюдения. Закон о пожизненном для педофилов не все приняли однозначно. Сомнений вызывает будущая судебная практика. Так, по статистике адвокатов, подавляющее большинство сейчас киберпедофилы. Будут ли их преступления проходить по новому закону? Более глубокий вопрос у психиатров. Кого именно будут сажать пожизненно, если педофилия подразумевает сексуальное влечение исключительно к детям? А ведь есть еще изнасилование под влиянием алкоголя, развратные действия. Если говорить о реальных патологиях, то единого теста на выявление нездорового отношения к детям не существует, как и четких причин для этого. Это и инфантилизм определенный, да? Это особенности воспитания в семье. Первый брак или первый опыт с женщиной принес большие страдания и обвинения в том, что он несостоятелен. И он находит более слабый объект, который он видит в детях. То есть это не лечится? Ну, я думаю, нет. Мы не очень хорошо представляем себе степень, кстати, и сколько их педофилов на самом деле. Почему? Потому что это люди, которые стараются, они умные очень, они стараются обезопасить себя. Поэтому они стремятся во власть. Они занимают высокие посты. История в Костроме, к сожалению, подтвердила и еще одну истину. Насколько велик процент повторного совершения уже после того, как вышел из тюрьмы человеку? В 99% случаев случается рецидив. Принятый как экстренная мера, закон о пожизненном еще больше обратил внимание на профилактику подобных преступлений. Например, создание реестра отсидевших по определенным статьям. Но, допустим, тот же закон о персональных данных запрещает применять нам эту возможность. И для нашего менталитета российского считаю, что мы не готовы к этой базе, поскольку у нас мнение общественности, даже если на момент выявления преступления не собрана доказательственная база о том, что человек совершил это преступление, формируется негативное мнение и возможность в отношении этих лиц самосуд. Я за химическую кастрацию и я за жесткий контроль подобных людей. Откройте приложение Яндекс.Такси. Вы, блин, видите, как к вам подъезжает машина в реальном времени. Разве нельзя на педофила, на человека, у которого есть такие отклонения, нацепить браслет, неснимаемый с GPS-датчиком, который будет показывать его место передвижения, место перемещения в реальном времени. И появился он рядом с детским садиком, все, красная лампочка загорелась. Однако пока этого нет, специалисты советуют проявлять бдительность. Педофилы склонны выбирать жертв. Это чаще всего воспитанники детских домов, неполных семей, дети, обделенные вниманием. Склонны к насилию, часто работают в детских домах, спортшколах, а отклонения у таких людей выявляют поздно. Экспертизу проводят уже после совершенного преступления. А вы могли бы вычленить какие-то общие признаки, по которым можно было бы понять, что человек имеет такую склонность? Очень сложно, практически невозможно, потому что любовь к детям никто не отменял. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком. Продолжим. Более 8 миллионов рублей удалось получить мошенникам от жителя Барнаула. По данному факту заведено уголовное дело, однако это далеко не единичный случай. Только за прошлый год в Алтайском крае зарегистрировано более 7,5 тысяч фактов дистанционного мошенничества. Какие схемы используют преступники и как не попасться на их уловки? В сюжете София Яценко. Со мной такого не произойдет. Игорь Владимирович не мог и подумать, что когда-то станет жертвой мошенников. Однако минувшей осенью мужчине поступил телефонный звонок, который навсегда изменил его мнение, как следствие и жизнь. Девушка представилась сотрудником банка и сразу же начала обрабатывать наивного клиента. Ваш лицевой счет, там покушаются мошенники, видимо, хотят открыть. Поступил запрос на кредиты с вашего лицевого счета. Вы подавали заявку, я не подавал. Естественно, у меня там закономерное возмущение. Потом так что-то я все-таки решил. Говорю, а вы сами-то не мошенники? Ну, что вы, какие же мы мошенники? Вам сейчас перезвонят из службы безопасности. Сомнение мужчины развел мужской голос из так называемой службы безопасности. Кроме того, Игорь Владимирович лично проверил номер в интернете. Он действительно соответствовал номеру краевой службы безопасности. После мошенники начали настаивать, чтобы мужчина срочно брал кредит и переводил на безопасный лицевой счет. А беспокойный барнаулиц тут же взял в банке 4 миллиона рублей. Подъезжаем в банку, все, там она отключается, этот якобы ФСБшник звонит. Все, мы вас контролируем. Скажите, как одеты, мы будем следить по камерам за барину. То есть, как это, я потом уже анализирую, ну, артисты вообще. Вот следите там, как из сотрудников. Никто себя подозрительно не вел, там никто вам вопросов не задавал. В кабинет зашел, никто ни о чем меня не спросил. Мошенники звонили в течение нескольких дней. Постоянно придумывали новые уловки. В итоге в общей сложности мужчина отдал преступникам более 8 миллионов рублей. Такая схема у дистанционных мошенников не единственная. С каждым разом преступники умудряются создавать новые способы кражи средств. В тренде махинаций через госуслуги. Приходит СМС в части подтверждения каких-либо действий на сайте госуслуг. Если человек подтверждает эту СМС, направляет, мошенник получает доступ к его личным данным на портале госуслуг. И из этого следуют дальнейшие действия в плане того, чтобы их использовать для взятия, допустим, кредита, выполнения каких-то финансовых мероприятий, либо просто продажи заинтересованным лицам данных, персональных данных. Чтобы обезопасить себя от подобных схем, специалисты настоятельно советуют обращать внимание на тонкости, которые присущи только мошенникам. Если вам звонит представитель банка, либо какой-то организации, без разницы кто, и предлагает совершить какие-то действия здесь и сейчас срочно, дабы вот прям в данную секунду, это первая весточка того, что это звонят именно мошенники. А если они пытаются узнать данные о вашей карте, то это 100% мошенники. О том, что, допустим, ваш счет подвергся атаке, это однозначно, банк такую информацию не будет направлять. Может позвонить вам оператор, сказать, что вот, допустим, вы совершаете такую-то операцию, правда, неправда, вы подтверждаете, подтверждаю. С ростом новых схем дистанционного мошенничества растет и количество пострадавших. Только за прошлый год заявлениями обратилось 7,5 тысяч жителей региона. Рост составил 7%, а это более 500 случаев. С начала этого года заведено уже более 100 уголовных дел. Если вам поступил звонок с неизвестного вам номера, неизвестный гражданин представляется кем-либо и предлагает вам так или иначе куда-то перевести свои деньги, безусловно, нужно сразу обрывать разговор и не реагировать, не совершать никаких действий. Нужно помнить о том, что нельзя переводить свои деньги на какие-либо счета под диктовку неизвестных вам граждан. Сотрудники правоохранительных органов признаются, раскрытие таких преступлений – дело нелегкое. Большинство мошенников находятся за пределами России. А потому советуют жителям края не спешить действовать по инструкции неизвестных, а проверять поступившую информацию лично. Мошенники становятся все более продвинутыми и используют для обмана самые современные технологии. К примеру, сейчас голосовые роботы звонят от их имени в разы чаще. Как распознать мошенников, какие способы обмана сейчас, если можно сказать, в тренде, и что делать, если все-таки попались на уловки. Об этом мы говорили с руководителем сектора платежных систем и расчетов Барнаульского отделения Банка России Олегом Алехиным. Расскажите, какие виды мошенничества существуют на сегодняшний день? В настоящее время появились новые схемы мошенничества, которые завязаны неким образом на старые, но подход изменился. В настоящее время у нас очень активно развивается портал госуслуг, и так как там находится очень много персональных данных людей, мошенники не смогли обойти стороной данный ресурс. Часто мошенники направляют смс, чтобы подтвердить привязку QR-кода в личном кабинете, что актуально в наше время. Нельзя переходить по этой ссылке, подтверждать этот QR-код. Нужно самостоятельно зайти на сайт госуслуг, убедиться, что эти действия действительно нужно сделать, и сделать их самостоятельно. Но заходить нужно только не по ссылке, которая туда приходит. Чтобы неким образом обезопасить себя, каждому человеку нужно на портале госуслуг зайти в параметры, настроить себе схему безопасности, установить дополнительное кодовое слово и установить смс-информирование о выполнении операции. То есть, если человек совершает операцию, ему приходит смс, он это смс подтверждает, операция выполняется. Если это смс не подтверждается, операция не выполняется. Еще интересная схема тоже связана с сайтом госуслуг, когда человеку либо звонит кто-то, либо пишет смс в плане того, что у него, например, отвязалась поликлиника на портале, и нужно пройти либо по ссылке, либо совершить какие-то действия через смс, сказать какие-то данные, чтобы эту поликлинику привязать к данному человеку заново. Нельзя ни в коем случае этого делать. Нужно самостоятельно зайти на портал госуслуг, убедиться, действительно ли требуется выполнение данных действий. Если действия необходимо действительно совершить, то совершить эти действия. Либо позвонить в свою поликлинику и убедиться в том, что действительно его профиль открепился от поликлиники. Как часто появляются новые способы мошенничества? Периодичность установить невозможно, они появляются всегда, постоянно и постоянно совершенствуются. Одни схемы находятся в стадии тестирования, мошенники отрабатывают на каком-то определенном круге населения. Другие, так как дают результаты, уже используются на широком круге населения. Поэтому здесь самое главное каждому человеку знать, что ни в коем случае нельзя никому давать данные своей карты. Это номер карты, дата действия карты и CVC-код, который нанесен на обратной стороне. Какие виды сейчас популярны? Говорят, что в последнее время в тренде так называемые роботы. Данная схема становится, скажем так, развивается с учетом развития информационных технологий. Здесь схема каким образом работает. Человеку звонит некий робот и предлагает, чтобы совершить какие-то либо действия, либо прекратить какие-либо действия, либо предлагает связаться с оператором, нажмите цифру 1. Допустим, человек нажимает цифру 1 и попадает в дальнейшем уже на фейковый колл-центр и работает с оператором. В дальнейшем схема работает уже как стандартная, и от человека пытаются получить его данные, либо его карты, либо его счетов, либо его персональные данные, дабы использовать их в дальнейших схемах. Если все-таки человека обманули, что ему нужно делать? В таком случае человеку в первую очередь нужно заблокировать свою карту, дабы дальнейших мошеннических операций уже с этой карты не совершали. В течение дня обратиться в кредитную организацию с момента списания денежных средств и написать заявление правоохранительные органы. На этой неделе стало известно, в Алтайском государственном музыкальном театре новый главный режиссер. Должность заняла Татьяна Столбовская. Она сменила на этом посту Константина Яковлева, который возглавлял театр 7 лет. Татьяна Столбовская служит в музыкальном более 10, поэтому уже знакома многим зрителям. Собирается ли она что-то менять в театре? И каково это – руководить коллективом, в котором работает более 200 человек? Наши корреспонденты пообщались с Татьяной. Я понимаю степень ответственности. Более 10 лет я наблюдаю эту систему изнутри. Я всегда была рядом, вот в этом кабинете, вместе с предыдущим руководителем. Сложно, потому что, наверное, приходится чем-то жертвовать. Когда есть особенно семья, есть подрастающий ребенок, которому тоже нужно время уделять, пытаешься сидеть на двух стульях. Но театр, конечно, здесь нужно быть большим фанатом, чтобы все это удержать, чтобы это все не сыпалось. Наверное, театр занимает 80% моей жизни и моего времени. Я вот не спала и не видела, чтобы стать главным режиссером, вообще руководителем. Но вот я постепенно так вот честно работала, посвящала очень много времени своему любимому театру. И вот, наверное, произошла какая-то закономерность. Климат в театре, он достаточно здоровый. Все-таки как-то вот талантливые люди имеют свойство вот какого-то здорового рассудка. То есть каких-то амбиций или, может быть, каких-то там палок в колеса. Нет, я никогда здесь этого не чувствовала. Ни по отношению ко мне, ни по отношению к Константину Александровичу. Я хочу сказать, что, наверное, с коллективом в этом театре нам очень крупно повезло. Вот так, чтобы кардинально что-то менять, нет, система внутри театра, она налажена. Что-то менять можно только в лучшую сторону. Продолжать работать с большим усердием, добросовестно. Вперед, конечно, мы смотрим с оптимизмом. Несмотря на то, что сейчас ушел такой достаточно сильный творческий лидер, очень важно сохранить вот этот уровень, которого он достиг, планку эту поддерживать. Мало стать хорошим режиссером, а теперь предстоит еще стать талантливым руководителем. Кстати, скоро музыкальный театр порадует барнаульцев премьерой. Доходное место. Так называется новый мюзикл, поставленный по пьесе Александра Островского. Доходное место. Одна из моих таких заветных пьес. Работа над этой пьесой ведется уже почти полгода. Полгода с либретистом, с художником, с композитором. То есть я могу сказать, что это такой материал выношенный. И мы представим премьеру в начале апреля. Красивые люди приехали в Барнаул. Речь идет об уникальной выставке моды и стиля 19 века. А уникальна она тем, что коллекцию привез музей мировой погребальной культуры из Новосибирска, который занимается темой ухода человека из земной жизни. В следующем сюжете расскажем, почему эту коллекцию стоит увидеть. Это смещение опорно-двигательного аппарата, это положение внутренних органов. Конечно, это все было очень и очень пагубно для женского здоровья. Его называли без моды. И не зря слишком большая плата за стройность и красивый силуэт. Настоящие уникальные аксессуары 19 века и реконструкция платьев того времени – это новая выставка в музее «Город». Коллекцию привезли из Новосибирского музея мировой мемориальной культуры. Платье для дневных и вечерних прогулок, шляпки с перьями и вуалью, элегантные перчатки, сумочки и зонтики. Мы привезли порядка 30 платьев и 12 витрин с настоящими предметами, быта, аксессуаров, которые именно относятся к 19 веку. И именно этой выставкой мы хотели бы поговорить и затронуть тему моды, тему внешнего образа людей и, конечно, соотнести это с современным миром, провести аналогии. Ну и, конечно, чтобы каждый посетитель, каждый гость нашей выставки немножко задумывался о том, как это тогда было, чем мы, может быть, до сих пор пользуемся, как мы сегодня производим впечатления. Выставка «Красивые люди. Мода и стиль 19 века» будет работать до 20 февраля в музее «Город». Кстати, в зале работает экскурсовод, который поможет погрузиться в мир ушедшей, но такой завораживающей моды. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Нечасто зрители просят нас рассказать о хорошем человеке, поэтому мы с удовольствием откликнулись на просьбы выпускников и учащихся 96-й Барнаульской школы. Там работает всем физрукам физрук. Александр Блинов, чей стаж, насчитывает 30 лет, не просто прививает любовь к физкультуре и спорту. Его воспитанники служат в самых разных силовых структурах страны. Когда-то именно Блинов объяснил им, что патриотизм – не просто слово. София Яценко познакомилась с педагогом. Руки на пояс. Потягивай на четыре счета упражнения. Начинай. Раз, два, три, четыре. Дисциплина, здоровый образ жизни, любовь к семье и родине. Александр Дмитриевич не просто тренирует детей, но и воспитывает. Когда-то эти ценности ему привил дедушка, ветеран Великой Отечественной войны. А теперь и у самого учителя много тех, кто последовал его примеру. Анастасия тоже в прошлом ученица, а сейчас уже коллега. Говорит, благодарна Блинову за тот выбор, который в свое время сделала. По большому счету он повлиял на выбор моей профессии. Потому что, когда ходила к нему в клуб, была возможность заниматься с детьми помладше. И видеть вот эти горящие глаза, когда дети смотрят, просят им помочь, то есть не видят тебя примером. Как в свое время видели мы Александра Дмитриевича. То есть он для нас был, есть и, наверное, будет всегда примером. Учителем гордится и нынешнее поколение. Благодаря его методике воспитания школьники принимают активное участие не только в спорте, но и в патриотических мероприятиях. Он очень веселый. Иногда бывает злым и добрым учителем. С ним очень весело проводить тренировки. В спортзале заниматься физкультурой. Он очень понимающий и ответственный человек. Равняйся! Отстань! Равняйся! Смирно! Сам физрук называет себя строгим. Только так, говорит, можно воспитать хорошее поколение. Чтобы дети больше двигались, больше находились на воздухе, занимались различными видами спорта. Вот не секрет, опять же, не для кого, что дворовые игры ушли в никуда. И вот именно через семью, через родителей, через детей, вот именно привлечь детей к занятию различными видами спорта. Сейчас его бывшие ученики служат в разных точках России. Педагог не скрывает, для него это большая гордость. К слову, им самим гордится вся школа. За эти годы он стал наставником и для учителей нашей школы, и для родителей, и для всех жителей поселка Борзовая Заимка. Человек – настоящий просветитель и настоящий истинный патриот. Он не просто прививает любовь к патриотизму, он воспитывает настоящих патриотов, настоящих граждан нашего Отечества. Кстати, будучи мальчишкой, Блинов сам учился в этой школе, потом закончил педагогический институт, вернулся в родные стены уже учителем. За 30 лет успел поработать директором, потом ненадолго покидал родные стены, но все пути вели его обратно. А уж сколько за это время создал патриотических проектов, не сосчитать. Не случайно его выпускники ежегодно пополняют ряды вооруженных сил, причем служат профессионально. Могу охарактеризовать его как замечательного педагога, прекрасного специалиста и настоящего патриота своей страны. За много лет своей работы, а это более 35 лет, практически все жители поселка так или иначе прошли через общение с ним. Они были либо его воспитанниками, либо родителями детей, которых он воспитывает. Сам физрук в отличной форме, продолжает заниматься спортом, играет в баскетбол. Говорит, у детей должен быть правильный пример, а значит, надо соответствовать. София Яценко, Вадим Быстревский. День в толком. У меня на этом все. Напомню, что для вас работает телефон редакции 205-545. Если у вас есть интересная тема, звоните. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok